Слоны – нежные гиганты, которые, как и люди, могут испытывать самые разные эмоции. Известно, что у них очень хорошая память. Но хватит ли этой памяти, чтобы узнать человека спустя десятилетия? Смотрите видео до конца, оно вас удивит. Дафна Хенхкинс родилась на большой лесозаготовительной ферме недалеко от деревни Гилгил, Кения. Когда ей было шесть лет, она впервые посетила заповедник с отцом. С того дня Дафна знала, что животные – ее страсть. Увидев, как невероятно быть рядом с красивыми и величественными животными целый день, юная девушка решила, что хочет провести свое будущее, помогая беспомощным животным. Она хотела дать им место, где они были бы в безопасности. Позже девушка закончила школу с отличием в классе и даже получила стипендию по медицине. Такое предложение поступало нечасто. И это была уникальная возможность для молодых кенийцев вырваться из тяжелых условий. Но Дафна отказалась, чтобы осуществить свою мечту. Вскоре после этого она познакомилась со своим будущим мужем Дэвидом Шелдриком. Он был директором-основателем национального парка Савва и также увлечен животными, как и она. Они влюбились друг в друга и поженились. Вскоре она стала соруководителем резервации. Работать там и ухаживать за различными дикими животными было для Дафны сбывшейся мечтой. Она и Дэвид помогли спасти многих диких животных, особенно осиротевших слонов. Родители животных часто гибли из-за нынешней засухи или различных болезней. Однако их часто убивали браконьеры, которые охотились на этих животных, чтобы получить их печально известные бивни, которые они продавали за большие деньги в торговле слоновой костью. Дафна и ее муж ухаживали за молодыми животными и обучали их полезным навыкам. Пока они не станут достаточно взрослыми, чтобы их выпустили обратно в дикую природу. Когда у молодой пары родилась дочь Джилл, их счастье казалось совершенным. Дафна была в восторге. Она осуществила свою мечту, и теперь они были маленькой семьей. Но через несколько лет молодую женщину должен был поразить удар судьбы. После 17 лет счастливого брака Дафна потеряла мужа из-за сердечного приступа. После смерти Давида горющей женщине было трудно продолжать свою миссию. Она взяла отпуск, чтобы погоревать. И ей было так больно, что она думала, что собирается бросить работу в резервации. Она не могла бродить по парку без Дэвида. Но что-то внутри нее говорило, что нужно продолжать. Она не могла сдаться, ей нужно было идти дальше. Мечта мужа о том, чтобы сделать мир лучше для животных, должна была жить в ней. В тот момент она понятия не имела, какое великое чудо ее ждет. Дафна основала свой собственный национальный парк под названием Национальный парк Найроби. Она сосредоточилась на слонах и носорогах и выступала за глобальный запрет на слоновую кость. Со временем она была удостоена высшей кенийской награды за защиту животных. Она также была назначена королевой Елизаветой-два женщины-командором Ордена Британской империи. Однажды, посещая парк, она увидела, как приносит недавно осиротевшего слона. Бедный ребенок только что потерял всю свою семью и изо всех сил пытался приспособиться к своей новой жизни. Это был не первый раз, когда Дафна воспитывала слоненко. Но на этот раз что-то было иначе. Этот слон был явно более ласковым, чем другие. Было время, когда слон так привязался к Дафне, что отказывался есть, когда ее не было две недели. Она назвала слона Камба. Женщина много времени проводила с животным и дарила ему много любви. Она обнимала его, играла с ним или читала ему сказки, пока он спокойно спал рядом с ней. У Дафны всегда была глубокая связь со всеми животными в заповеднике. Но этот был чем-то особенным. Женщина предпочла бы оставить Камбу себе. Но, конечно, она знала, что однажды ему придется уйти. Когда он стал достаточно большим, чтобы его выпустили обратно в дикую природу, ему пришлось освободить место для нового животного. Когда пришло время, Дафна в последний раз обняла свою маленькую подругу. Прощаться очень тяжело. В слезах женщина отпустила слона на волю. Она думала, что больше никогда не увидит свою верную подругу. Она не могла знать, что произойдет много лет спустя. 28 лет спустя национальный парк все еще существовал. Дафна уже была пожилой женщиной и лишь изредка помогала в парке. У нее были проблемы с бедром, и она не могла работать так усердно, как раньше. Однако это не мешало им почти каждый день бывать в национальном парке и любоваться своими слонами. В незаметный весенний день Дафна сидела в парке, как всегда делала, и наслаждалась днем. Но в тот день произошло то, что поразило всех. По территории бродило стадо слонов. Это, конечно, не было чем-то необычным в этой области поначалу. Но стадо остановилось у входа в заповедник. Сначала люди не обратили внимания на это событие. Но когда через 20 минут стадо так и не двинулось дальше, работникам стало любопытно. Что стаду нужно здесь? Им нужна была помощь или они просто так долго стояли перед воротами? Когда Дафна узнала о стаде, она отправилась в указанное место. За эти годы она приобрела большой опыт работы со слонами и поэтому была хорошо знакома с этими толстокожими. Возможно, она сможет выяснить, что вызвало появление стада. То, что произошло дальше, невероятно. Когда Дафна столкнулась с животными, из стада вышел самый большой слон. Женщина поняла по языку тела животного, что оно не впервые сталкивается с человеком. Прошло мгновение, прежде чем она поняла, кто перед ней. «Камба, это ты?» Спросила женщина, медленно подойдя к животному. Затем она обняла слона. Он промолчал и нежно коснулся Дафны своим хоботом. Это действительно был камба, слон, жизнь которого она тогда спасла. Спустя столько лет он не забыл свою суррогатную мать и сегодня поблагодарил ее. Все были поражены доверием, проявленным животным. Стадо какое-то время оставалось в заповеднике, прежде чем, наконец, вернуться в дикую природу. Как видите, слоны ничего не забывают. Не забудьте поставить лайк под видео и бесплатно подписаться на канал.